Поэтому, да. Да, прежде всего, я хочу поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить здесь. Как, правильно заметили, да, мы работаем вместе. У нас еще девочка, мать Светлана, и вот у нас как-то так вот всякие разные интересные результаты получаются. В своем докладе я хочу рассказать об операторах. Во-первых, мы рассмотрим их в медный случай. И операторы, которые представляют собой интегралы по пускостям. И под интегралом стоит векторное поле, умноженное на либо норматику плоскости, либо на один из векторов, который, ну, как бы на плоскости, если мы зададим систему координат, там будет два вектора, да, то есть на один из этих векторов умножаем векторное поле. Вот такие вот у нас измерения. Самая, наверное, ранняя работа, на которую мне удалось найти, если вдруг кто-то знает еще что-то более ранее, я буду благодарна услышать, это работа Принца. Да, он там рассматривал, он называет ProcMegments, измерения, ну, по сути, то же самое, что рассматриваем мы. То есть скалярное определение векторного поля на один из векторов. Вот, и он в своей работе показал, что для восстановления потенциальной части векторного поля достаточно одного набора измерений, вот, и для восстановления солидальной части нужно два набора измерений. Вот, ну, собственно, он восстанавливал солидальное поле, как бы, в целом. То есть для потенциальной части, вот, в целом, солидальная часть. Ну, Иван уже упомянул результат, который у них, Сергей Юрьевич, он был получен. Что у нас в двумерном случае, что есть? То есть было показано, то есть в статье, что там доказано, рассказано, что любое M-тензорное поле двумерное может быть представлено в виде суммы M плюс одного слагаемого, ну, учитывая, значит, налагая условия на потенциалы. То есть каждый из слагаемых определяется, устаётся одним потенциалом, и существует M плюс одно преобразование. Эти преобразования такие, что каждый из этих слагаемых может быть установлено только, ну, как бы... Сейчас. Каждый из слагаемых восстанавливается по одному из преобразований и держит в ядре остальных преобразований. Вот, соответственно, как бы, если у нас есть весь набор преобразований, все тензорное поле восстановим. Если у нас ограниченный набор значений, то только часть поля можем восстановить. И это у нас в двумяном случае уже давно это есть. Мы с этим работаем, и хотелось в трехменном случае получить тоже что-то подобное. Поэтому много-много мы думали, и получилось, что получилось. Странно, что сейчас я немножко перескочу. То есть известно, что любое векторное поле может быть представлено в виде суммы из линдального и потенциального поля. И, собственно, в трехмерном случае потенциальное поле можно задать одним потенциалом. А с линдальным, ну, получалось, что надо два. И то есть в таком вот виде было непонятно, что с ним делать. То есть потенциальную часть, я вам потом расскажу, в которых все хорошо работало, а что с линдальной частью делать было не очень понятно. Вот, и хотелось получить что-то такое, то есть разложение векторного поля, хотя бы пока-то векторного, на сумму трех частей. Как бы у векторного поля трехмерного, да, у нас три компоненты. Вот, ну, логично, да, что будет, наверное, надо три потенциала, и на три части разложить. И так, чтобы найти такие преобразования, чтобы опять вот одну часть, ну, она восстанавливалась по одному из преобразований и лежала у них две других. Вот, как в двумяном случае. Вот, думали мы об этом очень долго. Долго ничего не получалось. Вот, первый шаг – это, вот, в нашей статье, получилось разложить, то есть представить, ну, доказать, что ротор векторного поля, может быть, представлен в виде вот такой суммы. И что такое ротор 3? Есть ротор 3 с нижним индексом. Ротор 3 с нижним индексом – это ротор действующий на вот такой вектор. То есть, первый для компонента 0 и вот здесь потенциал фи. То есть, опять же, ну, вот это вот поле, да, оно задается одним потенциалом. Вот, и ротор с верхним индексом 3 – это ротор от вот этого ротора. Я не привожу здесь форму, ну, чуть-чуть такая. Большая, ну, понятно, да, это все вычитается. Вот, и таким образом получилось, что мы разложили векторное поле. Трехмер на сумму трех слагаемых, то есть вот сюда, если мы эту штуку сейчас сюда подставим, будет 3 слагаемых. Каждый из слагаемых определяется одним потенциалом. Вот, но это как бы получилось, стал вопрос, какие преобразования использовать, потому что, ну, как бы лучевое, да, известное трехмерным, классическое лучевое, да, оно у нас как бы салендарное целиком только можем восстанавливать, как бы на части не разделим. Вот. Так. Ну, напомню, да, что преобразование роддона функции V3 – это уже у нас интеграл по плоскостям от функции. Здесь каждая плоскость у нас задается вот таким уравнением. C – это веция ортогональной плоскости, S – расстояние от начала координат, ну, а также, как и вам говорили, со знаком, то есть S может быть отрицательным в том числе. Вот. Вводится понять нормальное преобразование роддона. Здесь также интегралы идут по плоскостям тем же самым, да, только здесь уже под интегралом стоит скалярное произведение вектора нормальной плоскости на векторное поле. Ну, у принца вот как раз оно и фигурировало. Вот. И в моей работе было доказано, что с 2015 года, на самом деле, раньше было сделано, что все салимоноидальные поля, ну, в виде ротор, да, лежат в ядре этого преобразования, то есть по этому преобразованию мы можем установить только потенциальную часть. Это было сделано давно, и вот как бы мысли были, а что же салимоноидальной частью делать, а как вот разделить. Вот. Здесь еще важно такое замечание, что есть связь между нормальным преобразованием роддона от потенциального поля и преобразованием роддона от его потенциала. То есть если мы знаем преобразование роддона от потенциала, мы можем его продифференцировать в айт, получим значение нормального преобразования от потенциального поля, построенного на основе этого потенциала. Собственно, эта связь очень была важна. И вот статья, про которую Иван говорил, да, и в принципе, я думаю, она есть в открытом доступе? Да. Есть в открытом доступе, здесь описано, то есть у них, я так понимаю, что в лаборатории есть прям конкретный вот девайс, который все это вот дело делает, то есть там, то есть описано прям, как они собирают эти данные, вот. И у них как раз возникают вот такие вот продольные преобразования радона, то есть есть у нас уже под интегралом не нормальный веклер плоскости, а тут K1, да, может быть, то есть у нас, получается, два продольных преобразования радона определяется, а здесь как бы Е1, все сломало, все сломало, а здесь типа Е1, да, и тогда Е1 будет Е2, Е2. Вот, то есть он ввел такие преобразования, и у нас появилась идея не попробовать ли их с нашими вот этими разложениями ротор и ротор-ротор, и чудо случилось, и оказалось, что вот как раз то, что мы и хотели, получилось. Собственно, то есть мы разложили векторное поле трехмерное на сумму трех слагаемых, каждый из них задается одним потенциалом, вот. И, ну, тут вот эта форма, как видите, его-то записано, но на самом деле она говорит о том, что если K не равно L, то есть как бы когда у нас, а мы определяем сейчас, F0 это потенциальное поле, F1 это ротор, и F2 это ротор сверху индексом, это ротор ротора, вот. Вот, то, ну, то есть по нормальному радону, да, мы можем восстановить потенциальную часть, по продольному радону первого типа, когда Е1 стоит вот такого вида поля, и по продольному радону второго типа вот такой поля. Вот, и кроме того, есть связь между этими вот продольными радонами и преобразованием радона от потенциала. Ну, вот эту вещь я уже упоминала, да, то есть для нормального радона. Вот, а здесь возникает вот такой вот множитель ро, ро здесь это вот такая штуковина, сейчас объясню, что это такое. У нас, то есть, если есть плоскость, да, есть, ну, как бы вектор Кси нормальный, вот. Вот, но как задать систему координатной плоскости, ну, там вариантов, как бы, много, но мы вот выбрали вот этот вариант, в том числе, ну, он такой, наиболее естественный, как нам показалось. И в статье Кунянского, где он реальные вот данные собирает, он как раз такую систему координата использует. Вот, ну, и РОС есть это вот такая вот личная. Вот, соответственно, у нас есть связь между продольными преобразованиями радона от семидальных частей и преобразованиями радона от потенциала, ну, появился еще такой вот множитель. Вот, сейчас немножко расскажу о том, как эта задача решалась с нами ранее, да, то есть, основывалось все на статье вот 7 Луиса. Он там построил сингулярное разложение преобразования радона, там было пристанство преобразования разъемности, ну, преобразование радона. Вот, и основываясь на его вот таких вот результатах, получилось построить сингулярное разложение нормального преобразования радона, действующего на векторном поле. Это вот это статья, в том числе мы реализовали, чисто с экспериментами, восстановление, вот, последнее сингулярное разложение для нормального радона, действующего на тензорные поля, тут с экспериментами, и тут в итоге удалось для м-тензорных полей тоже его построить. Это все основывалось на алгоритме Луиса, почему? Потому что там были вычислены преобразования радона, вот, потенциалов определенного вида мы их дальше использовали, а мы доказали, что если придется отношение, используя его результат, мы могли вычислить значение наших, ну, нужных нам преобразований, вот полей, которые мы устроили. Вот. Сейчас. Что-то я бы вот перескочила совсем. Я уже не могу. Да я вроде внизу вставил. Вот, ну, и кратенько напомню, что такое сингулярное разложение, да, то есть, ну, мы рассматриваем операторное уравнение, а, ф равно же. Вот. Если удается получить представление, да, операторов в таком виде, здесь у нас ФК и ЖК – это автонормированные базисы в исходном пространстве, пространство в области, в стиле ФК – это сингулярные числа, то есть, если мы такое разложение построим, то обратный оператор может быть записан в таком виде, вот, и, в частности, для численной реализации мы просто дотряд обрезаем, на каком-то там N большом условном, и получаем приближение, да, обратного оператора. Вот. Для последнего сингулярного разложения оператору первого протольного выяснилось, что можно использовать те же потенциалы, что и в работе 5, работа 5 – это там те провекторные случаи, когда просто нормальный ротон был. Использовать вот такие вот потенциалы. Здесь я написала в фридической системе корня, потому что, ну, как бы в ней работало, и более кратко это все выглядит. П, здесь это поленомия и копия, и, ну, и краткоциферические гармоники. Вот. Дальше мы применяем к этим вот функции. Оператор ротер-3 получаем вот такие вот сингулярные поля первого типа. Вот. И дальше нам нужно доказать, что эти поля являются ортогональными. То есть у нас здесь каждое поле зависит от трех параметров NKL. То есть нужно перебрать все вот эти вот варианты значений NKL и доказать, что все поля будут ортогональными. Дальше мы эти поля нормируем. Вычисляем образы этих полей. Как раз тут результат Луиса использовался. То есть мы знаем преобразование ротона от вот таких шелковин. Вот. И потом дифференцируем, сколько нам надо, раз. И получаем, соответственно, значение наших вот радонов, да, продольных вот от полей. Потом там нужно доказать в пространстве образов, что тоже есть ортогональность. Отнормируем те поля и тем самым находим символярные числа и построим символярное разложение. Вот. Все это работало во всех статьях, которые я привела. В двумя случаях тоже было, ну, в векторном случае не я делала, тензорный. На тензорный делала, то есть как-то все это работало, все было хорошо. Вот. Но в этом случае что-то немножко пошло не так. Почему? Потому что в исходном контакте выяснилось, что если у нас, то есть мы берем два поля. У одного параметра там, ну, N1, K1, L1, у второго N2, K2, L2. Так вот, если N1 и N2, N1, N2, K1, K2 связаны вот таким вот образом, да, то нет ортогональности. То есть все поля ортогональны. И для, ну, как бы, для каждого поля, если мы фиксируем N1, да, и K1, то будет два поля, которые ему не ортогональны. Вот. Это грустно, потому что, ну, получается, что, как бы, с этими потенциалами не получается, наверное, разложение построить. Но хорошая новость в том, что ортогональность в пространстве образов все-таки есть. Соответственно, для численной реализации этот подход уже можно применять. Вот. Я, как бы, думаю о том, что сделать. То есть, ну, как бы были варианты, да, поменять, вот здесь как-то, допустим, какое-то множество, и добавить, поменять их индексы. Вот. Но если их менять, не факт, что будет ортогональность в исходном пространстве, но в пространстве образов, скорее всего, все сломается. И пока вот это такой вопрос, что делать, как построить символярное разложение, но при этом для численной реализации этот уже результат уже можно использовать. Вот. И, соответственно, если мы строим символярное разложение оператора RPA, это когда у нас ротор от ротора. Там, ну, как бы, ротор от ротора, то есть мы берем две производных, когда потенциалу применяем. Вот. И пришла идея воспользоваться потенциалами такими, как в работе действия, там, где нормальный ретон действовал на двотенсорное поле. Это вот такие вот уже потенциалы. Отличие от предыдущего, да, слайда, тут квадрат появляется для того, чтобы потенциал удовлетворял условия 0 на границе. И вот здесь там было как пустрасплейн, тут как пустрасплейн. Вот. Ну, опять же, да, применяем оператор RPA3 с верхней мудрой центри к этим потенциалам, получаем поля. В общем, здесь, ну, как бы, вычисления там такие вот огромные, страшные, большие. В общем, численно я уже нашла точки, в которых, ну, то есть, опять же, есть поля, которые не ортогональны. То есть в каждом поле опять два поля есть, да, которые ему не ортогональны, но в пространстве образов все хорошо, есть ортогональность. И, в общем, этот подход выглядит перспективным для численной реализации. Вот. А что сделать с почти сингулярным разложением, мы пока думаем, не совсем понятно. Вот. Ну, как бы, работа, понятно, еще идет. Спасибо за внимание. Выберем докладчика. Вопросы к Анне Петловне. В общем, это у вас как бы проекционная координата, да, первая. Да. Почти, да. А в четырехменном случае четыре. Я не хочу об этом думать. Ну, просто случай, когда я сингулярным разложением нормального родона действующего на двотенсорное поле, я это доказывала пять лет. И думать о том, что вот там четыре, в общем, нет. Ну, на самом деле, потом, ну, это Ивану удалось доказать для произвольного порядка, ну, для произвольного ранга тенсора. Я заставил легче. Может быть, он придумал. А чистые эксперименты делали? Вот это еще нет. Это вот пока в работе. Ну, как бы, понятно, что тут уже, ну, можно этот метод применять. Потому что это ганальность в исходном пространстве, ой, в пространстве образов есть. То есть, пока не делают, да? Пока нет. Ну, запланировано? Так не могу просить. Планное дело. Да. За программирование это он отвечает. Нет, ну, так, как вы видите, развитие ваших дел. Нет, ну, конечно. Что будет завтра, послезавтра? Нет, конечно, запланирована отчисленная реализация. Здесь еще такой момент, да, то есть в статье Укунянского они там используют, ну, во-первых, про нормальный родон. Его непонятно, как измерять. То есть, как бы, вот эти вот продольные родоны, понятно, как измерять? Ну, описано. А нормальный родон, уже тоже много с кем обсуждали и думали, как бы, есть варианты, но как-то пока непонятно. Вот, и, соответственно, они как раз там используют продольных родонов и продольных родонов от моментов первых, так? Весовые. Ну, весовые, да, эти родоны. Вот, и как-то там, в общем, все это делают, делают, делают. Ну, проблема в том, что у них там просто погрешность, ну, там, 75% восстановления. Вот, и есть подозрение, что здесь вот должно стать хорошо, но, опять же, как бы, ну, вот нормальный родон, его непонятно, как измерять. Вот, так что есть возможность как-то вот уйти еще в весовые эти преобразования, как-то вот улучшить точность восстановления. Спасибо. 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 Спасибо.